итак пацаны всем здорово пацаны братва кому нравится такой контент ставьте пальцы вверх но если честно ребята мои последние видео они как бы такого но не имеет никакого смысла а просто чтобы их просто посмотреть да братанчик да братанчик просто чтобы я снимаю до экспериментирую с новой камерой чтобы вы могли посмотреть хоть что-то хоть что-то новенькое чем вообще ничего вот ребят пока я сижу без мотика мотика пока у меня нету добро вот вот этот братанчик вот это карданчик ну его зовут карда и вот я сейчас грел руки вы видели он один раз себе обжег ну не буду говорить кое-что ну кое-что обжег короче вот он вспоминает видим как наклонился вот ну иди ладно не буду рассказывать про твой случай или рассказать пацанам рассказать короче обжег он себе усы тут ничего такого нету он парень ты смышленый механик обжег он себе усы и вот с одной стороны короче один ус у него только вырос и он особо ну усы для собаки это очень важный орган скажем так ну не то что орган короче это очень важно что такое усы напишите ребят орган это или что-то другое вот усы меня интересует именно усы кардан 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 иди сюда кардан кардан вот ребят короче давайте ближе к сути это видео пойдет на тему уаза это 3303 главастик вот ульяновский автопрома выступает я на этом уазе покатался три недели три недели я чё дурак пальцы то не видать варежки короче три недели я покатался на этом главастике и хочу поделиться впечатлениями каково мне было кататься на этом главастике да вот ну расскажу в первое то что то что мои впечатления я не буду сейчас скажем так осуждать все-таки уазик это та техника это не просто машина а это утилитарная машина она создана для таких целей ну и и лучше использовать в сельской местности где нет особо дорог но если даже дороги есть и у вас есть какое-то хозяйство вам нужно ездить за сеном у вас есть свой личный огород вот чтобы вы на этом чудо агрегате чудо аппарате могли проехать там где не проедет легковой автомобиль да вот по проходимости не ну давайте сперва закончим я думаю вы поняли где его стоит иметь это если у вас есть хозяйство вы живете в деревне или не в деревне или у вас есть дача и вы на этой даче трудитесь с апреля по самую осень и что-то делаете что-то как-то крутитесь зарабатываете картошку там помидоры огурцы капуста в общем не важно что вот возите сено у вас скотина в общем вот этот аппарат он специально для вас именно это головастик 3303 сзади есть такой фургон иди ко мне ну вернее борт короче борт вот но он идет по документам как фургон что-то я маленько заговариваюсь в общем я думаю понятно где вам стоит его использовать далее что ну я покатался три недели это практически я ездил каждый день и хочу поделиться впечатлениями такими впечатлениями каково мне было вообще по комфорту сперва первая покатушка мне было очень интересно вот сперва такая небольшая покатушечка было километров может быть 15 вот потом еще одна покатушка и потом я поехал на дальняк а на дальняк ребята это получается сто пятьдесят где-то километров за раз я проехал практически не в лазе из этого уазика ну и что могу сказать по комфорту вот во первых очень холодно это раз вот самое важное это очень холодно можно замерзнуть вот когда ты включаешь печку иди сюда кардан единственно ну гуляй когда ты включаешь печку стоит такой шум как будто кто-то включил пылесос жена пришла включила пылесос ну включила чтобы пропылесосить в уазике так как летом скорее всего там лютое пылище потому что везде щели и короче она ушла ставил пылесос включенный и я уехал забыл короче вот там такой шум стоит Просто нереальный от печки Поэтому печку периодически включишь Прогреешь, выключишь Сейчас очень холодно Сейчас где-то на улице минус 10 Я сижу вам рассказываю, мерзну снимаю Для вас видосик, пацаны Как бы ни казалось Для вас это что-то необычное Короче, я, пацаны, стараюсь, снимаю Далее что? Холодно Печка шумит Еще что? Ну, в принципе Обмерзает лобовуха Когда очень холодно Она не прогревается Еще что? Ну, если печку, конечно, включаешь То в ноги начинает нормально дуть Там такие гофрочки от пылесоса Как от пылесоса, прям, ну, один в один практически Гофры, их можно направить там куда угодно Даже можно направить Ну, вы поняли куда, но я об этом не буду говорить Ну, короче, цензура Ладно, не суть Далее что? Что обмерзает лобовуха И, в принципе, на этом все Из органов управления Органы управления Это у нас Коробка передач Где вы щелкаете скоростя Вот, педали, сцепление Газ, где вы нажимаете Кардан, иди сюда Иди Кардан тоже любит кататься на УАЗике Да, Кардан? Вот Далее что? Сцепление нужно, чтобы коробка не хрустела А именно первую передачу Когда ты включаешь первую Ты разбиваешь спидометр Вот, кулаком Ты разбиваешь Четвертый спидометр стоит в УАЗике Ты, короче, разбиваешь спидометр И он все время разбитый Но его менять уже смысла нету Он постоянно будет биться Спидометр Вот Далее что? Сцепление Чтобы коробка не хрустела Нужно два раза выжимать сцепление Двойной выжим Двойной выжим Но иногда по городу получается и с одним Вот Так как техника исправная Желательно просто пользоваться двойным выжимом Как я понял Но можно и с одним Но с одним не то Да, Кардан? Вот Далее что? В принципе, вроде бы с органов управления Особо таких, ну Такого ничего страшного нету Далее что? Ручник Также ставится спокойно Без проблем работает Вот Давайте поговорим про расход Вообще расход Интересен же всем расход Сколько он жрет этот лютый аппарат Расход газа Расход бензина Тут стоит новое газовое оборудование Была произведена всего лишь одна заправка Это Лавата Какое-то поколение Короче, ну Буквально ему Этому оборудованию Вообще, ну Ну, я же говорю Одна заправка Оно совершенно новое Вот Газа, короче, жрет Километров на сто Ну Расход где-то От пятнадцати До двадцати литров газа Сжирает Ну, смотря как ехать Вот Если зимой Больше Потому что бывает Передний мост включаешь Так как на заднем мосту Он совершенно буксует Прям буксует Как будто у него сзади Вообще лысая резина Хотя там резина нормальная Вот Без переднего моста То есть Можно только летом Ну, кататься Вот Ну, можно и зимой Если так Привыкнуть Можно Я уже катаюсь На Без переднего моста Чисто на заднем Я уже привык Но бывает Когда трогаешься Подключаешь передний Вот И Короче Нормально В этом плане Еще терпимо Вот Так Сколько же он жрет Пятнадцать-двадцать газа А бензина Бензина Однозначно Жрет он Наверное Литров пятнадцать Это самое Минимальное значение И то Это когда Вот ты педаль Не трогаешь А чуть-чуть Поглаживаешь Все верно Кардан Я же правильно Рассказываю Ты-то тоже Ездил со мной Когда чуть-чуть Поглаживаешь Педальку газа Вот тогда Наверное В пятнадцать Может уложиться А так Тоже прожора Коробка Четырехступка Двигло Движок Семьдесят пятка Ну Восемьдесят лошадей Двигатель Я бы не сказал Что он мощный Для этой массы Вот Вот это кстати Штука для печки Когда ты едешь Ее открываешь Сюда Задувает воздух И Можно не включать Вот Пылесос Я просто называю Печку Это пылесос Так он шумит Как пылесос Можно не включать Печку Вентилятор Вот этот А можно просто Открыть Там изнутри Есть такой рычажок Он управляется Опускается Поднимается На ходу Ты едешь Сюда воздух дует И в принципе Нормально Вот Моторный щит Тоже закрывается Такой штукой Ну она знаете Такая Не совсем плотная Может быть Там Ну не совсем плотная Может быть от старости То что года Вот А так там Оттуда дует Конкретно тоже Я говорю зимой Вообще То есть Зиму Если Хотите Ездить на таком Аппарате В зиму По Межгороду Да Или там Ну да Такие расстояния От 20 километров То вы Одевайтесь Потеплее Иначе Замернете Заболеете Вот Далее что Ребят Далее что Далее про Хочу рассказать Про органы управления Это Свет Дворники Это отдельная история Дворники Это вообще Ну давайте Я расскажу Про дворники Когда дворники Включаешь Они настолько Медленно ходят Ну когда идет Дождик Или снежок Они начинают Быстро Ну Более-менее Ходить А так Вообще У них Регулировок Нету Они ходят Вообще Лучше конечно Вообще не включать Лучше стекло Наполировать Антидождем Натереть И забыть Про дворники Так как Ты очень много Время теряешь На дворнике Либо включить И забыть Но у тебя потом Когда ты будешь Спать после покатушки У тебя в глазах Будет вот так Вот мерещится Короче Работа дворников Это что-то с чем-то Но это в принципе Нормально для него Так как он создан Для других целей Когда ты по лесу едешь У тебя падают ветки Прилипают иголки Наоборот Медленно Оно лучше будет убираться Вот так вот Кардан Ты что меня напугал Кардан А? О, дальше что Ребят Ходовка у него Нормальная Рулится он В принципе Легко Но по трассе Все-таки Приходится Чуть-чуть Ведь у него И люфта В рулевом управлении Нет Но приходится Вот так вот Чуть-чуть Лево-право 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 Вот так вот Чуть-чуть приходится Подвиливать Ну Ловить маленько Дорогу Когда передний мост Включенный Все меняется Он нормально едет Вот Я же говорю Передний мост Это очень важная Для вот этого Аппарата Тема Без переднего моста В зиму Вообще не вариант Вообще не вариант По проходимости Если отключить Передний мост Опять же Передний мост Это все Что Как бы это все Передний мост Это вообще все Если Просто Здесь бы не было Переднего моста Или не было бы Кардана Который идет На передний мост Вы бы Вообще Проходимость Жигулей И все Не более Не более чем Проходимость Жигулей Классики Вот Заднего привода Все Это не более чем Еще что могу сказать Передний мост Когда ты его включаешь Передний мост Ты сразу чувствуешь Как он Начинает ехать Вот Сразу Чувствуешь И поэтому Передний мост Это все Для этого Уазика Я вот Сотни раз Об этом скажу Передний мост Передний мост Передний мост Передний мост Это для него Все Еще Те кто говорит Уазик прет Уазик На уазике Не застрянешь Уазик Это мощь Ты проедешь Везде Ты проедешь Везде Только при одном Случае Если ты его Подготовишь К бездорожью Если ты Поставишь Сюда Самоблоки Самоблокирующие Дифференциалы Вот Только тогда Ты проедешь везде Когда будут все 4 колеса рыть А когда ты вывесишься на стандартной Ходовке Ты просто у тебя 2 на 2 Одно колесо спереди будет рыть Одно колесо сзади будет рыть И все ты никуда не уедешь Если ты едешь по асфальту Два колеса у тебя будут на льду А два на асфальте Ты не тронешься с места абсолютно У тебя не будут буксовать два колеса Потому что это стоковая Стандартная ходовка Она не прокачанная абсолютно Еще что хочу сказать Ходовка нормальная Для обычного Который ездит Груженый Когда ты ездишь груженый Он еще нормальный Проходимость прибавляется у заднего моста Он начинает под давлением Под весом Лучше цеплять заднюю ось Лучше цеплять грунт Ему легче ехать Он менее буксует Повышенная и пониженная Раздатка Это в принципе нормально работает Также мост отключается Включается даже на небольшой скорости Тоже нормально То что плюс Также можно повышенную и пониженную Включить на небольшой скорости Ну в смысле на первой передаче Там чуть-чуть там Ну небольшая скорость Километра 20 Там может быть 30 Я пробовал Нормально работает Не хрустит Ничего Далее что Свет нормально горит Поворотники Габариты С этим все нормально Тормоза Тормоза Как я понял В этом чудо-аппарате Тормоза Наверное там Скорее всего Я не разбирал Но там скорее всего Они разводятся Так как у него тормозят Все четыре колеса Но Они тормозить только начинают Когда педаль у тебя в самом конце Скорее всего Там надо разводить Колодочки Специальным Ну Специальным болтом там Надо разводить Подбирать Выбирать Расстояние Между Самой колодкой И тормозным барабаном Расстояние должно быть минимум И тогда педаль тормоза У тебя будет сразу цеплять Ну Это В принципе Это нормально Пацаны В принципе Это нормально Так намного Намного техники Кс-кс-кс-кс Кс-кс-кс Вот еще Мурзик Мурзик Вы его не видите Иди сюда На Мурзик короче Не хочет разговаривать Потому что Кардан здесь Вот Ну и в принципе Ребята Рассказ Он конечно Такой Довольно таки Длинный Но если кто Соберется Покупать Этот Аппарат Вот такого Типа Я думаю Вам этот Рассказ Поможет Ну И конечно же Еще я скажу То что Меня Единственное То что Меня здесь Не устраивает Это конечно Вообще Вот Когда ты вот Сидишь У меня рост Метр девяносто Вот когда Вот я сижу В этом уазике Еду Вот Когда я сижу Еду в этом уазике У меня Получается Глаза Упирается Выше чем резинка Вот эта вот идет Черная резинка Где лобовуха Она упирается выше Точка зрения глаз То есть линия обзора Точка обзора выше Поэтому Когда я еду На этом аппарате Мне приходится Вот сгорбиться Маленько Вот так вот Голову чуть Подтянуть И смотреть Из-под лобья Это очень Сказывается Сильно Когда ты едешь На далекие расстояния Но даже Достаточно Просто по городу Покататься Ну С часок Покатаешься И у тебя потом Ну маленечко Так устаешь Что-то С тобой не то Потому что Все время Вот так вот смотреть Это неправильно Пацаны Кардан Иди сюда Карданчик О Дальше что Ребята И в принципе Наверное Могу сказать Все Запускается Этот аппарат Зимой В минус 20 Вообще Отлично На газу Запускается Вообще И просто Идеально На газу Движок Нажимаешь Подкачку Газа Там есть специальная Кнопочка Клавиша Нажимаешь Газ идет И ты И он заводится Вообще С полоборота В зиму Насчет Запуска Насчет движка Проблем В принципе Никаких нету Единственное Что я там Менял Просто Была Короче Проблемка Такая У меня одна Вот Не так давно А точнее На новый год Когда я ездил На уазике На салют Вот Возникла такая Проблемка То что Шланг До бензонасоса Где вот В районе движка Начиная От трубочки От магистрали Он перетерся Который идет К бензонасосу Чтобы его поменять На следующий день Я когда его менял Вы знаете Там просто Там Блин Там так Изогнешься Как Как гимнаст Наверное Какого там Уровня Вот Это просто Что-то С чем-то Какой-то Производить Ремонт Здесь Это вообще Это Не советую Вот В этом плане Конечно Не советую Я Либо отдавать Мастерам Кто любит Позаниматься Ну Такой техникой Либо Самому Корячиться Но Изгибаться Вы знаете Мне вот Вообще Если честно Не по кайфу Уже За столько лет Ремонта Техники Мне Изгибаться Просто Не в кайф Вот Пацаны Еще Что могу Сказать Ребят Ну Насчет Движка Вы поняли Насчет Ремонта Да В принципе Кроме Движка Можно Подлезть В принципе Ну Везде Все Открыто Он Высокий Погреть Везде Что-то Руки Замерзают Ноги Уже Замерзают Пацаны Маленечко Ноги Замерзают У нас Мороз Я Маленько Отогрею Ноги Запах Горелой Резины Наверное Уже Перегреваю Ну Да Ладно Ребят Вот И В принципе Наверное Пацаны Все Наверное Я закончу Это Длинный Такой Наверное Получил Очень Длинный Рассказ Но Я Рассказал Очень Много Полезной Информации Если Кто Напишет Это Вода Это Ребята Не Вода Это Правдивая Информация Так Как Я Очень Много Занимаюсь Техникой Вот С самого Детства Это Информация И Много Ездил На Какой Технике И На Шишигах И На Камазах Короче И На Уазиках Но На Таком Уазике Конечно 1469 В принципе По посадке По комфорту Ну Вообще Одно и то же Можно сказать Одно и то же Вот Был Короче У Знакомого Хантер Дизельный Хантер Дизельный Сейчас расскажу вам Буквально Полторы минуты Там Так же Сидишь Там Зимой Так же Мерзнешь Абсолютно Так же Мерзнешь Абсолютно Стоит Такой же Шум От печки Пылесос Эффект Включенного Пылесоса Около Уха Вот Абсолютно Такой же Эффект Ну В принципе По ходовым Качествам Это абсолютно Одна и та же База Все одно И то же Единственный Дизельный Который Не прогревается Особо Зимой Вот И в принципе Все Так же Мерзнешь Ну а Летом Ребята Летом Я наверное Боюсь вам Сказать Что там Происходит Там Везде Щели Там Наверное Такая Стоит Лютая Пыль И вот Когда Я умыл В салоне Убирался Там Его моешь Под крылом Где нибудь Там Такая Пылища Это просто Жесть Ну и в принципе Все Вот Ребят Если кому понравилось Ставьте палец Вверх И Опять же Скорее всего Я выйду И вам И покажу На практике Вот Скоро Погодка у нас Нормализуется Чуть-чуть Потеплеет Я выйду И покажу На практике Сниму Более Такой Обзор С улицы Покажу вам Вообще С профиля Да вообще Все покажу Что есть Что из себя представляет Этот УАЗ Вот Ну что Ребята Всем счастливо Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok